Всем привет! Это аэропорт, а это я, Даня Комко. Пока видео не началось, подпишись на мой инстаграм, инстаграм, инстаграм. Раньше я снимал видео, был бабушкой Марисену, блюдком в шубе, гусем и кем меня только не называли. Но сейчас я решил дать дорогу молодым. Так вот, в этот аэропорт прилетел Леша Ченский. Леша француз, прилетевший к нам напрямую из Киева. Ну, как напрямую, через Минск. А еще он участник проекта Hype Camp. Теперь Леша будет видеоблогером, ну, или, по крайней мере, попытается им стать. Леша заселился в мой хостел, Hype Hostel. Вместе с ним будут жить еще три персонажа. Илья Белов, придурковатый чувак с синдромом странной бабы с рынка. Женя Светский, гей, никогда не устающий говорить всем и каждому о том, что он гей. И Даня Вегас, парень с обложки с накачанным прессом, который нравится Жене Светскому. Они, кстати говоря, тоже участники проекта Hype Camp. В этом шоу мы покажем реальную жизнь блогеров. Без цензуры, без намтажа и цветокоррекции. Это первое шоу на YouTube в формате влога с элементами реалити. Это влагалити. В общем, добро пожаловать в Hype Hostel. Hype Hostel. Смотрите в этой серии. Как ребята собрали мебель из Икеа и что скрывается в сумочке у Ильи. Как украсят ребята свои комнаты на 10 тысяч рублей. Илья хотел хлеба, а не зрелищ. Скандал в пятерочке. У Жени Светский снова начинаются месячные. Это и многое другое во второй серии проекта Hype Hostel. Илья. Ихуу. Йе. Звоночек. Здравствуйте. Вот говно. Ну что, как? Отлично. Готовы наказываться. Давайте, показывайте. Так, смотрите. Здесь у нас туалет здесь. Вот здесь мы кушаем. Наш завтрак. Садитесь, люди добрые. Угощаемся. Угощаемся. Тол собрали. Ночь все собирали. Пойдемте дальше. Это мы из пятерочки вывезли. Это мусорка. Это мусорка. Это вывезли. Это же пятерки из пятерочки. Да. Пойдем дальше. Короче, вчера, когда мы все распаковали, уже было понятно, что надо собирать. Я собирал часа три, наверное, это все дело. Реально разбирался с инструкциями, со всеми инструментами. Сидел, копался, пока эти выб***цы страдали не знаю чем. Просто ходили, веселились. Все, идем дальше. Ага. Так, это у нас комната синхронная. Здесь мы записываемся. Синхрончики, диванчики. Извините, это не забрали. У нас не хватило этих сил. Кстати, мы сегодня ждали такую фигню. Ну, типа, Мэри Сэн какой-то. И как Мэри? Как ее зовут? Мэри Сэн или Мэри Сэн? Я не знаю. Короче, именно себе. Я придумала шальная девочка, императрица. Ну, короче, она же тоже какое-то шоу сделала. Ну, хо какой-то. Икс-хо. И, короче, ну вот. Их там в дом поселили. Вроде они там живут припеваючи. А у нас что? У нас поселили коммуналку. Мы живем в коммуналке. Я очень в *** районе. У меня здесь в безопасности 10 баллов. И красная. ***, это я даже выходить не хочу. Еще какое-то шоу какое-то там. Тоже они живут в огромном доме пентхаусе. Ну, ничего, как говорит, у нас тоже в коммуналке. Да не в радости. Поэтому пойдемте отсюда. А, нет, я, вы знаете, я люблю синхроны давать. Можете посетить, а я потворю, что даю синхроны. Только выйдите, а я вас буду обсуждать. Вы мне надоели все, говняеры. А мы с Ильей дружим. Все дела. И с Женей тоже. И с Даней чуть-чуть. А, я к вам готовился к приходу вашему. Приезду. Ну, вы так быстро приехали. Обещали за 30 минут. ***, приехали через 2 часа. Ну, вот я не успел подготовиться. Пойдемте дальше. В наши комнаты пока. Так, вот это моя комната. Разве, да, голубая. Вообще, у нас здесь как в больнице. А как свет? По хлопку у нас не включается свет. Вообще, мама сказала, что это похоже на больницу. Но, в принципе, если добавить немного голубизны, то так намного все получается лучше. Данил, это моя комната, которую я собрал. Вот. Как мы собирали мебель? Мы с ребятами до 2 часов пытались что-то собрать. Но потом мы поняли, что все тщетно, потому что у нас не было молотка. Женя нашел объявление какого-то мужика 40-летнего. Мужа на час. Он там с фоткой такой вот им подарочкой. Ну, мы сразу подметили его. Ну, вот, звоним его. А кто приедет? Ну, как бы мы живем в районе, где летает маньяк битвовский. Ну, и как бы мы звоним мужику в 2 часа ночи. Алло, соберешь нам 3 кровати. Слушайте, молодцы. Я, если честно, думал, что вы не справитесь с этим заданием. Мы уже хотели заезжать в зоомагазин покупать большого мадагаскарского таракана, которого вы бы держали во рту 10 секунд в качестве наказания. Поэтому вам повезло сегодня. А по факту они втроем должны были жрать тараканов. Просто из рта в рот передавать друг другу какая-то карта. Ой, какая-то игра с картами типа всос-высос. Вот так вот передавать друг другу. Я бы смотрел на это все зрелище. Потому что собирать надо мебель, а не страдать. Мне уже плохо стало от этого. У меня зря в 4 руки колотили. Главное, что не змея. Тараканы это тупо. Это смешно, но это тупо. Я не знаю. Я бы съел таракан в запасе. Типа для меня это не проблема. Короче, мы пошли в пятерочку. Я там что-то выбирал мыло или что-то. Ну типа бытовую фигню. Они, короче, там хотели хлеб выбирать. И там, короче, хлеб вываливается. И я начинаю снимать хлеб. Ну я же, б***ь, всегда снимаю в инстаграм. Короче, я смотрю, хлебушек упал. И начинаю снимать этот хлеб. Типа, а-а-а-а, хлебушек на полу. Ха-а-а. Девушка там подошла, короче, девушка такой. И, короче, она начинает меня бить. Хватать, ну, не больно. Ну типа, меня никогда не трогали вот так вот. Она жёстко начала вот так вот меня трогать. И говорит, э-э, удаляй, удаляй. Я тут, ч***, у меня глаза на лоб впали. У меня и так прыщ вышел. Тут три глаза, представляете? Я только что заснял, как вы нападаете на мальчика. И это не будет все удалять. Телефон, пока я сейчас не прошу. Уберите телефон сейчас. Подождите, я фиксирую нашу безопасность. Если вы начнёте нападать сейчас с ножом, как мы будем мальчать? Какое право вам даёт его трогать и таскать? Какое право он имеет меня снимать? Какое право? Кто он такой меня снимает? Какое право вы имеете его трогать? Вижу, как со стороны, блин, они пытаются забрать у него телефон. Они на него, блин, нападают, на Илью. То есть я попытался это заснять со стороны, как на него это самое нападали. И после всего этого произошёл жёсткий конфликт, когда нам реально угрожали. Эта девушка типа говорила, что приедет мой муж и зарежет вас нафиг. Честно, это было реально не по себе, потому что, ну, жёсткие угрозы, и она была не права. Нужно начать снимать уже видео, но для того, чтобы это сделать, вам нужно украсить свои комнаты. Я выделяю вам по 10 тысяч рублей на всякие безделухи. Ты же обещал 15. Я передумал. Я обещал, что 15 это много. Что? Бюджет режет. Бюджет режет, рейтинги слабые. Женя, я думаю, украсит комнату очень по-женски. Там пальмочки всякие, флаги, о чём там говорил. Агитация полная своей ориентации. Ну, короче, будет ярко. Давайте дракавы есть. 10 тысяч рублей на каждого человека, чтобы вы оставили свои комнаты, и 5 тысяч сверху этой суммы, чтобы вы купили посуду и всякие... Там Нью-Йорк, там больше. Выносишь? Подслушьтесь, пожалуйста. Собирайтесь. У вас есть буквально пару минут, потому что сейчас вы отправляетесь в Икею. Кто из вас самый ответственный? Я? У меня есть список. Нет, не я. У меня есть список. Илья. Это не я! Я вам даю эту замечательную, прекрасную карточку Синькоу-банка. О-о-о-о! Синькоу-банка! Которой вы будете расплачиваться. Держи. Пока, дебилы! Абинкод идиот! Забыл! Она прикладывается, дебил! Ребят, я не понимаю, девушка денежная. Да хуй чё? Ребята, я чё-то не понял. Как делить деньги? Нам нужна шторка. Как её поделить? Из какого бюджета мы это будем? Шторка для ванны? Женя, ты идиот! Штурка для ванны, если вода есть Мы берем из общих денег, нам выделили 15 тысяч, 15 тысяч А ты что хочешь? Подождите, я предлагаю, мы приходим в Икею Из общих денег Тише, тише, ты нормальный Мы приходим в Икею, все вместе набираем то, что нам надо На 5 тысяч, все вместе в траве уходим А потом разделяемся, считаем на калькуляторе Наши 10 тысяч, беремся аксессуары для комнаты А-а-а-а Наня, ты идешь в Икею? Почему? Ребята, давайте мы не будем сраться Просто возьмем и поедем уже Вы такие кончили Тебя ждем все, иди, поехали Тебе ничего не надо? Ну и все, ладно Постельное мне купи Оператор пока снимает, которую мы не доплатили Пока еще возможности И-КЕ-Я-А-А-А У-УУУУУУУУ Всё мы её обсирали в первой серии, но сейчас туда едем наę И Б Короче, пришли мы в Икею, сейчас пойдем разбирать интерьер для наших комнат Погнал約 Поехали! Давай, давай, поехали! Поехали, поехали! Сморачивай! Вместо ёршика подойдет такая штучка в комнату? Да? Вот я тоже читаю отлично Успособление А вот это сколько? Что здесь делать? 260 рублей плюс 369 Ой, так, 129 рублей у меня Мы всё будем считать теперь? Да, нет Я не умею считать Если ты перевесишь за 10 тысяч мы должны скидываться Не, мы на кассе это посчитаем, каждый пробьёт по 10 тысяч и всё В смысле? Пробиваешь, пробиваешь, пробиваешь и выходит 10 тысяч и ты говоришь Да, вот вам карта, всё, оплачешь Это изи, не надо каждый раз считать эту вещь Это бред Ты будешь ходить и считать меня как бабушка Хватит переигрывать Я не переигрываю, мне просто достало с вами ходить так долго Пойдём быстрее У меня останавливаются около каждой хрени и устраивают Какой-то скандал, какой-то цирк Потому что Жене ничего не нравится Он какие-то скандалы вымышленные устраивает Вот мне это достало его поведение Как его начинают камеры снимать, он вообще остановится другим человеком Они это вообще бесит и раздражает Мы сейчас придём на кассу И у него будет 100% вещей на 20 тысяч Он такой, ой, ребята, слушайте, я не могу ничего Выкинуть из своей корзины Я должен всё взять обязательно Но это не нормально Господи, какая палатка Ааа, я всегда мечтал о палатке Я в домике Пока Илья Да чего меня будить? Ты чего совсем двинулся? Ты дай пошёл ты воняй от тебя Я вставай Ааа Чё снимаешь? Интересная книжка Видно? Люби меня по-французски У меня ничего не получается Не могу выбрать Вообще не понимаю, как это всё будет в комнате Лучше б шалаше жили Правда не знаю Ааа Тебе же ещё это Черкас спросил взять Да? Ну ты чё, я не нанимался стилистом Пусть сам всё берёт Он должен сам с нами поехать в Икею и всё это выбрать Какого чёрта? Типа, ну камон, он мне за это не платит Чё думаешь, брать его? Ну да, а чё нет А вообще меня так бесит то, что он вообще Он с нами время никак не проводит Типа да Да, да, просто сам приезжай и тебя перёж, Да 맞ь Зачем мы должны всё и делать Да, вот именно, я про это уже говорю И он пожрёт таракана Уххххх Уххх Не ну ну просто реально так не делается Типа Он отдыхает у себя дома. Мы даётся за него Ну так не делается Смотрите в следующей серии хайп хостела Куда пропал Даня? Женя начинает догадываться, чем его сосед занимается по ночам. Что купили ребята в Икеа на 10 тысяч рублей? У Ильи снова проблемы со сбором мебели. В гости к ребятам заглянули Ирина Торчуткина, Эдвард Ате во его магазе, ну а потом подъехала полиция. Ну а насколько классной получилась вечеринка вы узнаете в третьей серии первого влагалитета YouTube проекта Hype Hostel. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новой серии Hype Hostel. Ну а также пишите в комментарии свои задания, которые участники проекта Hype Hostel выполнят в одной из следующих серий. С вами был голос Дани Комкова, ну а я пошел гладить свою шубу и чистить очки Гуччи. Увидимся на просторах интернета.